Всем привет! Я давно ждал этого дня. Сегодня мы будем делать помидоры квашеные, зеленые. Значит, у нас помидоры вот такие зеленые, некоторые чуть-чуть тронулись. Значит, 4-5 горьких перцев. Вы делаете на свой вкус, я люблю поострее. Значит, у меня укропа 250 грамм порезанного. Петрушка 250 грамм порезанная. Кинза 250 грамм, тоже порезанная. И сельдерей немножко побольше. Сельдерея у меня 800 грамм порезанная. Вот такой вот крупный сельдерей. И чеснока 250 грамм. Соли у меня целая тарелка. Ну, а соли мы немножко дальше поговорим, сколько ложить. Всю зелень я складываю в большую миску. Сельдерей, кинзу, петрушку и укроп. Все это сейчас я перемешаю хорошо. Чтобы было тщательно перемешано. Однородная такая вот масса зелени. Это будет начинка для помидоров. Чеснок нужно мелко порезать или перемолоть на блендере. Я буду делать на блендере. Вот примерно такой размер. Все это в зелень тоже высыпать. И хорошо перемешать. Чтобы вся зелень имела чеснок. Одинаково, чтобы везде было. Вот так. Подавить немножко. Чтобы она заплакала. Вот примерно вот так. Жалко, что я не могу передать запах. Но это просто фантастика. Значит, я беру немножко зелени. И посыпаю дно баночки. Примерно вот так. Делаю надрез на помидоре. Вот так, не до конца. Видите? Примерно оставляю сантиметр, полсантиметра. И с другой стороны, так крестообразно. То есть у меня вот здесь все осталось. Вот сюда я сейчас буду начинять зелень. Видите? Вот в этот разрез я сейчас напихаю зелень. Вот так. Не бойтесь, если зелень останется. Ее можно будет насыпать в баночку, пересыпать посрединке. Вот так. И вот теперь я его вложу в баночку. Кладу. И вот так вот на дно баночки я укладываю. Видите? Два помидора. И вот так вот мы вложим третий. И вот сюда, если не влазит целый круглый помидор, у меня есть специальные тоже зеленые сливообразные помидоры. Сейчас мы его туда заложим. И вот сливообразный помидорчик. Тоже с разрезами. И теперь его вот сюда заталкиваю. Так вот туго, хорошо. И таким образом наполняю баночку до конца. И вот сюда можно засунуть острый, приострый красный перчик. Еще раз повторюсь, извините, на вкус. Мне нравится поострее. Вы можете немножко поменьше положить. Хорошо? И вот такие две половиночки еще сюда влезут. Одна сюда. И вторая половинка. Вот сюда. Надо плотно набивать. Хорошо. Вот так. Отлично. Все набито. И зелень сверху. Пропорции соли. Самое главное. То есть здесь вы можете любую зелень использовать, какая вам нравится. Какое-то не нравится, можете убрать. Но пропорции соли очень важно соблюдать. Если нравится посоленее, то 40 грамм. Если не очень соленая, то 35 грамм. Значит, вот такая вот ложечка с маленькой горкой. Видите? Раз. Два. Это 35 грамм. Если горка побольше, но это примерно вот так, то это будет уже 40 грамм. Можете использовать весы. 35-40 грамм на литр воды. И заливаем, значит, сюда хорошую чистую воду. Если у вас в водопроводе хорошая вода, наливайте водопроводную. Если не очень, то лучше купите или из родника обыкновенную, сырую, но чистую воду. Вот литр. Соль хорошенько размешать. Вот я вижу, что соль растворилась. И теперь заливаю это все в баночку с моими помидорками. Не важно, какая у вас баночка, двухлитровая или трехлитровая. Важно содержимое рассола. Из расчета рассола. Сколько войдет рассола, столько войдет. Вот у нас вошла одна баночка. И видите, он почти полный. Да, дело в том, что у меня вот эта банка, она не трехлитровая, а это галлон. Это 3 литра и 800 грамм. Обычно на трехлитровую банку хватает литровой баночки. Сейчас я еще сделаю рассол и залью. Вот я еще сделал 1 литр рассола. Я добавляю, чтобы водичка покрыла содержимое. Вот таким образом. Видите, у меня почти полная баночка. Но они еще постоят, и водичка, рассол немножко сядет. И мне необходимо будет или добавить рассол, сделать еще, либо то, что останется, не выливайте, добавить, чтобы все покрывало. и вот так крышечку одеваем и плотно не закрываем. Чуть-чуть вот так. И вот, чтобы не было плесени, буквально по пол ложечки горчичного порошка сверху. Ну вот, большая работа сделана. она пойдет во благо и мне, и вам, и моим друзьям. Получилось семь банок. Две недели они будут стоять, ферментироваться в комнатной температуре. Через две недели я закрою плотно крышки и поставлю в прохладное время, в место. Это весьма, весьма полезный продукт. Но самое полезное, знаете, что? Я гипертоник и диабетик. И когда я готовлю кушать, у меня сахар в норме, и давление очень хорошее. Так что готовьте, получайте удовольствие. Это вам мой личный, как говорится, совет на личном опыте. Приятного аппетита! Увидимся через две недели. Будем пробовать, посмотрим, что у нас получилось. Всем привет! Всем привет! Я вернулся. Вот и прошло 7-10 дней можно. Постоянно надо добавлять рассол, потому что он уходит. Вот, посмотрите, что получилось. Один помидорчик прямо наверху. Это более такие бурые, а это зеленые помидоры. Видите, что делает горчица? То есть, они перебродили и никакой плесени нет. Давайте сейчас попробуем. Возьмем один помидорчик, даже половинка у меня тут сверху выскочила. И вот у меня типа как мясо стоит. Это чудо! Ребята, вы даже не представляете, даст из фантастиш с Грузией. Приятного аппетита! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова